Новосибирские новости На закупку и ремонт уборочных машин в районах выделят дополнительные средства из областного бюджета. Об этом заявил Андрей Травников. Сегодня он побывал в муниципальном учреждении Дежинка, где осмотрел коммунальную технику. Многие машины для уборки и ремонта дорог уже отслужили свой срок. На обновление парка денег из муниципального бюджета не хватает. МКУ Дежинка было сформировано в 2013 году. Занимались только заключением контракта с подрядными организациями контролем. И работой своими силами ничего не делали. В 2021 году, 1 января, пришли на эту территорию. От ДО1 технику, участок Дежинского района города Новосибирска. И, соответственно, мы взяли на себя вторую, третью, четвертую, пятую категорию. Сбор случайного мусора, частный сектор, уборка зеленых насаждений и так далее. У нас на сегодняшний день у обслуживания где-то 1670 квадратных метров. Субподрядные организации мы привлекаем в основном на вывоз снега. И отыгрывали фронтальный погрузчик мы на частный сектор. У нас очень много, у нас порядка 8 тысяч. Также опиловка деревьев. Вот ротор 88-го года. Ну, уж мы его слезами, слезами подержим. Он дорогой очень. Мое глубокое убеждение, нужно повышать ответственность и самостоятельность глав и администрации городских районов за ту территорию, где они работают. Конечно, это потребует некоторого усиления материальной базы, муниципальных учреждений или централизованных ДО и участков. Но стратегический путь – это повышать ответственность и самостоятельность главы. Коллеги из мэрии меня поддержали. Глава района, я видел, что он просто горячо поддерживает, работы не боится. Поэтому при подобных управленческих решениях я подтвердил, областной бюджет поможет с приобретением коммунальной техники для организации этой работы в районах. Полсотни дорожных участков в Новосибирске обновят в этом году по нацпроекту. Денег на эти цели выделили на миллиард больше, чем в 2022-м. В ближайших планах капитальный ремонт проспекта Дежинского на отрезке от Трикотажной до Волочаевской. И реконструкция от улицы Ползунова до городской черты. По городу Новосибирску у нас всего по линии Минтранса по дорожной тематике около 5 миллиардов рублей. Работы также, все контракты заключены. Работы на сегодняшний день ведутся. Практически все объекты в графике. Объем финансирования вырос порядка на 1 миллиард рублей. Дополнительное решение губернатора по обращению жителей города Новосибирска от улицы Связистов до Китова. Участок дороги, там два участка делал. Надо было район Затона для ремонта дороги. Там ходит общественный пассажирский транспорт. Также из областного бюджета были выделены дополнительные деньги. Сейчас вот эти дополнительные объекты находятся в торговых процедурах. Первый этап обустройства парка Каменка в пойме Одноменной реки завершат в октябре нынешнего года. Напомню, это будет первый затопляемый парк в России. Идею его создания предложили жители, которые активно участвовали не только в обсуждении концепции, но и в уборке территории перед началом работ. По некоторым экотропам парка уже можно прогуляться. Я сейчас нахожусь на берегу Каменки. Речки, которая почти наполовину протекает внутри трубы. Оказалось, что многие горожане не знают, что есть ее открытая часть. По сути, этот проект парка – возвращение реки городу и горожанам. Здесь будет несколько смотровых площадок. Многие жители, которые живут здесь и жили здесь, были крайне удивлены, что здесь вот есть такая красота. Потому что, к сожалению, все здесь было закрыто синилистым тополем. И вот мы специально открыли такие удивительные места для того, чтобы, гуляя здесь по тропинкам, можно было подойти. То есть, с одной стороны, вот они, казалось бы, дома. И буквально через 100 метров вы попадаете в нашу такую сибирскую натуральную природу. Здесь прекрасно живут уточки со своими детьми. Здесь прекрасные лягушки квакают. Там прекрасно поют птицы нашей березовой рощи. То есть, здесь иногда просто какая-то вот идиллия. Мне кажется, этого очень не хватает. Жителям города дышать свежим воздухом, получать такую экологическую энергию. В экопарке не будет твердых покрытий, только приподнятые дорожки в местах весеннего подтопления. По ним, не замочив ноги, можно будет легко дойти в любой уголок парка. Сейчас, когда река спокойная и не выходит из берегов, по этим экотропам могут легко прогуляться мамы, которые перевозят детей в колясках. Вот здесь у нас начинается дорожка, которая идет. Как раз здесь очень много будет пешеходных, белоразличных дорожек. Вот уже установлены, видите, электрические столбы. Здесь же видеонаблюдение будет. Здесь мы по проекту чистое небо все делаем. То есть все закопано вниз, вот вы видите, вот такие вот траншеи, которые проводятся. Все идет у нас по земле. Парк доступен, можно заходить с двух сторон на него. Со стороны улицы Лежена и со стороны улицы Есенина. Можно зайти уже в парк. Мы заканчиваем два моста переходных. Они практически находятся на улице Лежена. В конце августа люди уже могут через мост переходить в наш парк, прогуливаться. Там будет организована парковка. Мы ее тоже, я думаю, закончим в конце августа. Заасфальтируем. По поводу подъездных дорог решение принято. Тоже со стороны Лежена проводится ряд мероприятий по восстановлению дорожного покрытия. И будет новая дорога как раз нашей стоянки. Это две парковочные зоны, по-моему, на тысячу мест. Это только, по-моему, одна наша большая парковка. Еще вторая, она чуть поменьше будет. Акценты сейчас на дороге и на стоянке. Приступаем к отделке павильонов и заканчиваем дороги. Я думаю, к концу августа у нас будет уже все готово. Территорию парка условно разделили на две части. Природную и историческую. Сейчас рабочие возводят павильон, амбар, мельницу и визит в центр кирпичный завод. Впоследствии здесь горожане смогут отдохнуть, выпить кофе, пообедать. Все здания подрядчик обещает стилизовать под исторические, которые находились здесь почти век назад. После укуса клеща за медпомощь обратились почти 7 тысяч новосибирцев с начала эпидсезона. Это на 4,5% больше, чем в прошлом году. В 34 человек подтвердили диагноз клещевой энцефалит. В 2022 зафиксировали 45 таких случаев. Наибольшее количество заболевших энцефалитом в Ленинском, Калининском и Октябрьском районах. На территории дачных обществ зарегистрировали почти 130 обращений с укусом клеща. Как напоминают в городском департаменте по соцполитике, прививки от клещевого энцефалита делают в поликлинике по месту жительства, работы или обучения. Снять клеща можно в травмпункте. Для детей до 18 лет экстренная серопрофилактика проводится бесплатно. Тушить огонь в экстремальном режиме учились новосибирские пожарные. Напряженные занятия проходили 4 дня возле ТЭЦ-5 в условиях, максимально приближенных к реальным. В них участвовали 33 звена газа-дымозащитной службы. Это около 100 человек. Испытание представляло собой полосу препятствий с макетами различных сооружений, от тоннелей и качающихся мостиков до эстакады на высоте почти в два этажа. Эту дистанцию проходили сквозь дым и огонь от горящих покрышек. Пожарные должны были продемонстрировать выносливость и умение работать в команде. Как говорят в МЧС, подобные учения особенно необходимы молодым сотрудникам. Так начинающие пожарные убеждаются на практике, насколько высокую температуру способна выдержать экипировка. К другим темам. Десятки человек пришли сдать кровь на площадь Ленина. В Новосибирске продолжается донорская акция «Помоги делам». Кровь в мобильном пункте в центре города принимают каждый месяц с апреля по октябрь. К донорам предъявляют требования по весу, возрасту и состоянию здоровья. Полный список противопоказаний можно найти на сайте Минздрава. В очередной раз проходит акция донорская «Помоги делам». Приходят доноры, сдают кровь. И сейчас в том числе приходят новые участники, которых приводят наставники из школы ответственного донора. Это новая акция запущена по привлечению молодых сил. Смена у нас растет донорская. Два месяца назад я стала донором. Коллега с работы позвала. И я решила прийти сюда. Честно говоря, было немного страшно и нервничала. Вот, переживала. Но сделали все аккуратно. И все, поддержали, постоянно спрашивали, хорошо ли я чувствую себя. Так что, под присмотром. Кровь сдать могут не все. Есть ряд требований, которым донор должен соответствовать. Это возрастные ограничения, ограничение индекса массы тела, отсутствие хронических заболеваний, течение острого какого-то заболевания. Есть ряд ограничений. Например, недавняя сдача какой-то прививки. Например, вот лето сейчас от энцефалита многие прививаются. Должен пройти какой-то срок. После татуажа нельзя 120 дней сдавать кровь. В благодарность донорам мы выдаем чупа-чуп с QR-кодом. Бывает так, что, например, один-два донора, которые по записи зарегистрированы, не приходят. И у нас есть возможность несколько человек в эти промежуточки принять. Сегодня у нас плановых записано 69 человек. Но еще время не вышло. Процентов 60 уже доноров пришло. И вне графика еще есть люди дополнительные. Лучшие предприятия потребительского рынка наградили в мэрии накануне Дня торговли. Его отметят в эту субботу. Победителями конкурса стали 89 организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В этом году предприятия, видимо, наскучались за годы пандемии. И у нас немыслимо огромное количество участников. У нас этот конкурс проводится в два этапа. Первый этап – это районный конкурс. И до 1 июня районы подводят итоги своих внутрирайонных. И только победители районных конкурсов выходят на городской этап. Так вот, всего участников было более 250. На городской этап вышли 89 предприятий. Проблемы, ну, они были повсеместные проблемы, наверное, как у многих. Не только в общей пите, да. От общей пита так основывается на большей степени. Это у нас была пандемия и так далее. Задача – расти и, как говорится, радовать людей. И опять же, получать высокие награды. Стаю из мозаичных ласточек разместят на стене кинотеатра «Победа». Проект «Птицы тоже люди» организовала мастерская арт-мозаик. Поучаствовать в создании необычной картины может любой. Стоимость мастер-класса – 200 рублей. Мозаичных птиц делают из смальты толстого цветного стекла. Можно использовать зеркало и керамику. Постарайтесь, когда вы используете смальту, не делать сильно низкий и сильно высокий, чтобы сильно у вас не скакало. Если не хватит материала, значит возьмите еще пару пластинки. Основной материал для создания мозаичных птиц – это смальта. Такое толстое разноцветное стекло. Также можно использовать тонкое стекло, кусочки зеркала и керамики. Когда у вас не хватило одного слоя серпянки, вы берете еще другой и делаете в легкий нахлюк. Да, да, сейчас вот так вот. Первый мозаичный проект рассчитывала я, чтобы мы сделаем 15 фигур, которые без согласования приклеим на какие-то интересные места. Сначала это выбирались ободранные стены. Я думала, что когда будут ремонтировать их, если не понравится мозаика, ну и уберут, и доремонтируют. Но с каждой фигурой смелости все больше было. И последняя стена без согласования – это была стена Победы. Служба безопасности, конечно, была недовольна. Но я попросила у руководства, чтобы они уточнили, можно ли это оставить. Потом мы договорились, что на Победе будет еще одна мозаика. Почему птицы – это не с первого раза был утвержден этот эскиз. Но потом поняли, что в это каждый вложит свой смысл. Для кого это свобода, для кого-то это небо, для кого-то это душа, вдохновение. А какой ты цвет выбрал для птички? Расскажи. Желтый, красный, красивый. Почему ты выбрал такие цвета? Ну, потому что быть красивый. Чтобы яркая была, наверное? Да, яркая. Мама девочки, с которой Артем занимается танцами, выложила в нашем чате, у нас есть специальный родительский чат, под информацию о том, что здесь проходит такой проект. Поэтому записались и с удовольствием приехали. С утра мы делали уже просто мозаику, а теперь пришли поучаствовать в проекте. Записаться на мастер-класс нужно заранее. Зарегистрироваться на странице студии «Арт-мозаик». Стоимость одного занятия – 200 рублей. Все собранные деньги пойдут на покупку необходимых для проекта материалов. Почему, в принципе, мозаика хороша в городе? Она долговечна. То есть мозаика, по сути, это вечное искусство. И я думаю, что у меня были сомнения, да, как это организовать, то есть как посадить людей, которые никогда и не занимались, и сделать так, чтобы они что-то сделали. Но, как оказалось, все это очень просто. Как бы люди легко подхватывают, с каждым разом делают все лучшее и лучшее. Целая стая мозаичных птиц, которые сделают участник акции, появится в самом центре города. На сцене Кимиотеатра «Победа». Еще больше новостей каждые полчаса на радио «Городская волна». Слушать можно в умных колонках. Попросите Алису включить радио «Городская волна». А на сайте news.info читайте о том, где открылась летняя арт-резиденция для художников и поэтов. Смотрите «Новосибирские новости» на платформах «Дзеннер» и «Ютюб». На этом все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова